Итак, 20 сентября подходит к своему логичному концу, начинается новый цикл, а я пока отвечу на ваши вопросы. Лилия Косова пишет. У вас равновешенный характер и мало внутренних эмоций, мне кажется, поэтому у вас нет никаких морщин. Для нас, женщин, это будет очень полезно. На самом деле у меня, конечно, куча эмоций всевозможных, постоянные мысли. И просто, сейчас я хочу остановиться именно на мыслях. Знаете, очень хорошо, когда у человека не одна мысль в голове, постоянно она там имеется, а вот со стороны еще наблюдатель есть. То есть, тот, кто наблюдает за вами. То есть, откуда ни возьмись, появилась какая-то там глупая такая мысль. А вот этот вот наблюдатель внутренний, он как раз говорит, о, какая-то фигня появилась, ее надо контролировать, ее надо убрать. То есть, можно сказать, идет некая наводка чужеродного на вас. И если вы это не понимаете, вот нет контроля у вас своего собственного, как бы сказать, со стороны, которая следит за вами, то вот тут-то и начинаются вот эти различные, будем говорить, фобии, маниакальные там вещи, что там преследуют, еще что-то, еще что-то. То есть, вот эта вот мысль, а возможно даже и сущность, которая захватила вас, подчиняет ваш себе и дальше вертит вами как хочет. А вот когда есть вот этот вот контролер, который раз, о, откуда она появилась, что это за фигня, немедленно ее убрать. Вот это очень хорошая вещь. Теперь насчет морщин. Я даже не сказал, хочу сказать не про морщины, а больше вообще про черты лица. Когда у человека, вы знаете, некоторые люди с возрастом, они становятся, лицо у них даже красивее и благороднее, нежели было в начале. А у других, наоборот, оно обезображивается, там вот так вот какой-то прищур появляется, там какие-то там, знаете, выражения лица. То есть, те мысли, которые заложены у человека или сформировались у человека в результате его черт характера в течение жизни, они как магнитное поле начинают кривить лицо в первую очередь, мышцы лица, и в результате получается то, что мы видим. Например, ряд актеров были очень красивые в молодости, а потом смотришь на них в пожилом возрасте и в старом возрасте, они стали какими-то корявыми. То есть, это говорит о том, что вот эти вот внутренние несовершенства привело к тому, что внешнюю форму оно тоже подогнало под свой образ. Вот что самое главное. То есть, не то, что там морщины, которые там возникают, а вот это я считаю более важным, более главным, изменение формы лица. Вот это самое главное. То есть, чтобы вы становились, как бы сказать, с возрастом не просто уравновешенные, а более благородные. Это очень важно. Вот если еще там, это касается и зубов, зубки ровные были, а потом с возрастом они стали какой-то там чистокол. Это хорошо, что сейчас там зубы делают, выравнивают, а если бы такого не было, то лица наши претерпевают с возрастом очень большие изменения. И это все за счет того, что они мыслят, эти люди, что превалирует у них главное в ихнем мышлении. И это все потихонечку отражается на ихнем лице. Вот это я хотел бы особенно подчеркнуть. Далее. Надежда Горская. С днем рождения, наш дорогий Инар Петрович. Дай Бог вам еще 64. Это было бы хорошо. Хотя бы половину из этих 64, то есть 32. И будет повод для новой книги. Книги мне очень нравится писать вообще-то. И сейчас я хочу, знаете, я написал, как бы сказать, брошюру об Иване Удодове. И она помещена на моем сайте Малахова.про. Можете зайти и почитать об олимпийском чемпионе, первом олимпийском чемпионе по штанге. Человеке, который три года провел Бухин в Альде. Чуть либо его не замордовали там, весил 28 килограмм. Вынесли на руках, а он в 52 году стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. То есть удивительный по силе духа человек. И кстати, когда я выполнил норму мастера спорта, вот мы как раз с ним обмыли этот значок. Я тогда как-то не понял, насколько это знаковая вещь. А вот сейчас я осознал и как дань этому человеку. Вот я собрал весь материал и написал такую брошюру. Хочется мне еще написать. И я напишу брошюру о Нине Ивановне Генераловой, которая сдала больше всего крови, донор в мире. Занесена в книгу рекордов Гиннеса, как человек сдавший больше всего крови в течение своей жизни. Почему? Мотивы и так далее, и тому подобное. Все очень интересно. Предыстория. Оооо. На эту бы тему фильм бы снять. И про Удодова была бы вот такая вот серия. И про Нине Иванова Генерала. Выглядите вы действительно превосходно. Многим вашим родственникам можно только помечтать. Веды говорят, что если ум спокоен, то я на лице гладь. Ну что касается, я же немножечко за собой все-таки слежу. Я регулярно занимаюсь тяжестями. Кстати, работа с тяжестями, вот как-то вы не понимаете. У нас, у нас имеется эфирное тело. Это энергетическое тело, по которому строится физическое тело. И вот именно эфирное тело, состоящее из энергетики, оно начинает потихонечку так рассеиваться с возрастом. А подпитывается оно за счет волевых усилий, связанных с напряжением мышц. То есть вы когда напрягаетесь, то есть вы выделяете энергию, которая в первую очередь идет по всем тонким телам, обновляя их. А дальше уже, так сказать, она там, ну, совершает мускульные усилия. И вот это-то является самым важным омолаживающим фактором. То есть вот такая простая вещь, но как-то до нее мало кто додумался. Хотя я вот много слышал такого, что наиболее молодо из всех видов спорта выглядят качки, те, которые занимаются. То есть, которые постоянно за счет волевых усилий подпитывают свои тонкие тела и поддерживают их не в форму. В результате получается то, что надо. Вот. Одну из тайнеров открываем. Веды говорят, что если ум спокоен, то и на лице гладь. Ну, естественно, все наши, так сказать, эмоциональные потрясения, все наши мысли, они в первую очередь выражаются, выражаются на лице, на мимике лица и на наших руках, пальцах. Потому что, когда я начал очищение, вот я еще не дошел до детокса, детокс тонких тел, наших энергетических тел, которые буквально-таки нашпигованы энергетикой, эмоциональной энергетикой после перенесенных каких-то там потрясений. Она там торчит у нас. Надо ее выделить. И вот, когда я начал дышать, в первую очередь, это отразилось на лице, что там огромное количество сформировалось. То есть, они, как бы сказать, вытесняются и собираются в определенных частях. И на руках. Руки стали, и лицо. Все это продышался, прошло. И это тоже, видите, когда я тогда занимался, и, как бы сказать, вот убирал вот эти вот последствия эмоциональных, они теперь вы их заметили. Тогда это, допустим, в 40 лет это было, как бы сказать, не так заметно, в 50, не так заметно. А вот в 60 вот эти вот вещи, которые я делаю, оказывается, они уже наглядно показывают, что они реально работают. Так, Вася Петров, не обращайте внимания на дураков. Я сама не раз лечилась с уриной, в основном упаренная, с 23 лет, потом забросилась, сейчас мне с 43 опять, ищу мне спасение. Вася Петров. Интересно. Я сама не раз лечилась с уриной, Вася Петров. Ну, пожалуйста, это ваша вещь, я на эту тему не хочу говорить. Есть книга, пожалуйста, читайте. Найдете книгу более лучшую, чем моя, сообщите. Так. Опять Вася Петров. Моя 16-летняя собака ушла из дома в поле умирать, лапа у нее гнила, еду несколько недель не ела, воду не пила, я упарила свою мочу, сделала ей компресс, она сама подтянулась к мисочке с упаренной урины и до конца вылакала. 150 грамм точно было, лапа зажила, собака ожила, начала есть и прожила еще полгода. Думаю, если бы я еще ее поел, она бы прожила дольше. Я не хочу на эту тему ни комментарий, ничего, потому что смотрят все люди, которые не подготовлены и не хочу. Хотя это очень интересное наблюдение, я бы великолепно его прокомментировал. так, Любов Жаворонкова, здравствуйте, голодают третий день, на первый день выпила ослабительно, магнезия, второй день клизма утром и вода по мере хотения, можно ли перейти на сухое голодание, очень жду вашего ответа, можно, и сейчас напишу, можно, можно, то есть можно все делать, просто как вы его выдержите, этот голод, сухой голод, в некоторых случаях первые, первые, допустим, трое, может быть, четверо, а то даже пятеро суток, ну, пятеро тоже многовато, ну, первые двое, третье, три суток могут прекрасно пройти и пить не хочется, организм, наоборот, что-то там делает такое, все такое, а вот дальше, дальше, там начинается совершенно луная работа, поэтому, опять-таки, отсылаюсь к книге своей лечебной голодании, вы можете все там прочитать, так, детокс 3, спасибо за видео, так, опять-таки, любовь, жарунка, три часа назад, посвящается, это на видео, посвящается тем, кто собирается голодать, а как насчет клизм и глицеринов, не будет сухости, нет, это, это иные вещи, они не нужны, то есть, здесь, здесь, сухость, вот, самое интересное, голод, он, понимаете, уравновешивает все процессы в организме, то есть, как бы сказать, вот, гармонизация всех ранее разбалансированных процессов в течение жизни, мы то волнуемся, то что-то съели, не то, то еще, что-то там такое, то есть, постоянно что-то не то, и это все наши, так сказать, вот эту гармоничную систему, выводит из равновесия, когда вы начинаете голодать, особенно, если вы удалитесь от всего-всего-всего-всего-всего, как бы сказать, организуете свой голод правильно, то у вас эти процессы, естественно, приходят в норму и гармонизируются, никакой сухости нет, все идет так, как надо, но вот, когда вы начнете выходить, вот тут, а вот этот, как бы сказать, вход в нормальный режим жизнедеятельности, он будет сопровождаться вот рядом перестройки, то есть, из гармонии, вы, как бы сказать, из сбалансированного состояния выходите в новый, в некоторый дисбаланс, и вот его там важно держать в норме, то есть, можно немножко сюда сместиться, можно немножко сюда сместиться, но это, так сказать, в этих границах это здоровье, но вот когда больше, то начинаются уже проблемы, больше в эту сторону, совершенно не проблемы, но все, вот я кратенько вам сказал, даже очень интересные тут вещи я вам рассказал, так что, я вам советую смотреть все мои видео, потому что там могут быть вкрапления такие, о которых я даже забыл, но они бах, вас на что-то натолкнут, ну, например, как на произвольные мышечные усилия или занятия, допустим, атлетической гимнастикой, влияет на состояние вашего тела, ваших мышц, вашей кожи, вот, а дыхание, ощущающее полевую форму жизни, как бы сказать, удаляет морщины, которые должны были закономерно появиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова